Парфюм 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 Чемathan Парфюм Многие задают вопрос Как же сделать 100 баллов Давайте мы с вами рассмотрим Как сделать 100 баллов Итак В среднем Цена склада или цена прайса 599 рублей Это я беру в категорию более дорогого парфюма. Цена каталога 799 рублей. В баллах это получается 1089. Смотрите. Если не учитывать проценты, которые начисляются на вашем агентском пункте, потому что у всех они абсолютно разные, и я поэтому это не беру рассматривать. Вы сами посчитаете, сколько будет разницы. В любом случае здесь получается чистый доход 200 рублей. Вот вам, пожалуйста, нужны срочно деньги. Продали один парфюм, 200 рублей получили. Для кого-то это абсолютно маленькие деньги. Но у многих, я знаю, есть такая проблема, когда нужны срочно деньги, и мы начинаем переживать, мы начинаем мучиться. Что же сделать такого, чтобы быстренько заработать деньги? Вот, пожалуйста, вот тот продукт, который быстро, реально дает и баллы, и дает именно заработок. Бывают ситуации, когда период закрывается, а у нас недостаточно баллов в личном объеме. Вот вам, пожалуйста, реальный продукт, благодаря которому вы очень быстро будете зарабатывать. Смотрите, давайте рассмотрим. Если продать 10 флаконов, 10 парфюмов, я напишу. Сколько клиентов необходимо? Сколько? На 10 парфюмов 10 клиентов, правильно? Если по одному 10 клиентов, это если по одному флакончику продавать. А если продавать по два флакончика, мужу и жене, маме и дочери, маме и сыну, парню и девушке. То есть, если два флакона продавать, тогда достаточно всего 5 клиентов для того, чтобы продать 10 парфюмов. Что же происходит, когда мы это делаем? Смотрите, 10 парфюмов умножить на чистый доход 200 рублей, мы получаем сразу же 2000 рублей в заработку. И только от вас зависит, за какое время вы это сделаете. Может, вы продадите 10 парфюмов всего за один день и получите 2000 рублей. Может быть, вы будете растягивать удовольствие на 3 недели. Согласны со мной? Дальше. 10 парфюмов умножить на 1089 баллов. Вот вам, пожалуйста, 108 и 9 баллов. Вот личный объем, который многие не могут сделать. Для того, чтобы получить 2000 рублей и сделать 100 баллов, достаточно найти или 10 клиентов, или 5 клиентов. Ну, давайте рассмотрим 10, все-таки максимальное. Если 10 клиентов разделить, у нас в периоде 3 недели. Разделить на 3 недели. Что у нас получается? У нас получается 3 с небольшим клиента за одну неделю. 3 с небольшим клиента всего за одну неделю. Понимаете, о чем я говорю? Так вот, если, предположим, 3 клиента в одну неделю, в другую неделю и в третью, вот вам 100 баллов и 2000 рублей. А если рассмотреть другой вариант, 3 клиента за 7 дней найти элементарно просто. Правильно? Давайте рассмотрим, что, предположим, за 7 дней нам нужно найти 10 клиентов. Если первая неделя 10 клиентов, у нас получается 2000 рублей и плюс 108 и 9 баллов. Вторая неделя 10 клиентов, 2000 рублей и плюс 108 и 9 баллов. Третья неделя 10 клиентов, 2000 рублей и плюс 108 и 9 баллов. Если подвести здесь итог, то за период только с продаж, не считая объемной скидки, вы можете заработать 6000 рублей. Так. И более 300, я напишу 300 баллов, даже считать не буду. Более 300 баллов вы можете сделать личного объема. А это уже более 200 баллов. Соответственно, у вас здесь начисление будет 300 баллов умножить на 44 и умножить на 6%. Я не буду подводить итог. Посчитайте самостоятельно. Я вам показываю принцип, как очень быстро можно на парфюмерии зарабатывать и делать объемы. И только от вас зависит, как вы распределите. 3 клиента в неделю или 10 клиентов каждую неделю. Вот вам 30 клиентов. Какая прелесть. 30 клиентов благодарных, которые вам помогут, будут всегда с вами, будут покупать не только парфюмерию. Давайте рассмотрим еще одну ситуацию. Цифровую. Всем понятно там? Смотрите. Очень многие мне говорят, почему именно продавать парфюм. Ведь люди приходят в магазины и покупают тот парфюм, который они привыкли покупать. Тот, который им там нравится. И они с опаской смотрят на сетевой парфюм. Я на самом деле могу вас, наверное, обрадовать, потому что сегодня я вам покажу некоторые фишки, как идет начисление именно на парфюмерию. Смотрите. Мы берем два момента. Парфюм, который продается, я поместку сделаю в магазин, и парфюм, который продается в сетевом. Когда создался парфюм, который продается в магазине, что с ним происходит. Он идет во Франции на определенный распределительный склад. То есть там оптовая мощная база, которая будет отправлять потом с таможни. Фирма, которая произвела этот парфюм, завод, он прибавляет определенные проценты. У каждого они разные, но не менее 25 это однозначно. Там гораздо больше. Это распределительный склад. Потом идет таможенный сбор. Когда плюс таможенный сбор. Когда переезжает в другую страну. После этого, после таможенного сбора, он попадает на оптовый склад. Оптовый склад раскидывает парфюм на определенные мелкооптовые склады в крупных городах. Мелкооптовые склады в крупных городах. Естественно, оптовый склад набавляет плюс еще проценты. Правильно? Каждый плюс проценты. Плюс проценты. Определенные. У всех они разные, но не менее 25 это точно. Никто в ущерб и в убыток себе работать не будет. С мелкооптовых складов оно идет на общие оптовые склады, которые, например, находятся в определенном городе крупном. Оптовый склад. Этот оптовый склад, с него уже начинают питаться магазины. И везде идет процентное прибавление. Везде. продавцу, держателю магазина нужно оплачивать аренду, ему нужно оплачивать налоги, ему нужно оплачивать зарплату и все остальное. Соответственно, с оптового склада в магазин накрутка идет одна. И уже к покупателю, вот с этих магазинов к покупателю накрутка идет огромная. Когда продукт, который продается в магазине, проходит вот эти все пути, то в конечном итоге у него стоимость дорогого, который хороший парфюм, не менее не менее двух тысяч пяти и так далее. Понятно? Давайте рассмотрим именно сетевого. Какой путь она проходит. Такой же завод произвел во Франции. Здесь Франция и здесь Франция. У нас Фаберлик. Произвел, что происходит. Здесь распределительный склад, а здесь проходя вот этот вот этот шаг компания сразу же таможню на оптовый склад в Москву. Здесь таможенный сбор. Таможня. Что сделала компания? Замечательный момент. Дело в том, что когда проходят определенные через таможню, то на каждую флакон начисляется определенная стоимость. Что сделала наша компания? Замечательный момент. Они сделали большие флаконы. Специально есть оборудование, бочки, специально предназначенные для этого, в которые заливается парфюм, который произведен во Франции. разлив идет из этих бочек по флаконам у нас в Москве на заводе. Соответственно, стоимость парфюмерии уменьшается в несколько раз. Таможенный сбор он меньший, чем вот здесь. Понимаете? Я цифры сейчас не произношу, потому что, во-первых, я не знаю все точные цифры, но я знаю, ну и это некорректно говорить. Но я думаю, что вы догадаетесь, если вы сделаете наброску. Теперь, после того, когда поступило это на завод и разлилось по флакончикам, это поступает на распределительный склад Москвы. Распределительный склад. Да, здесь какой-то добавляется процент, но он небольшой в отличие от этих процентов, потому что здесь идет заработок, а здесь идет окупаемость. После этого идет по городам крупным, у нас, например, Екатеринбург, есть еще другие, Пермь, есть Сибирь, поступает на распределительный склад региона. Распределительный склад региона. Здесь идет тоже определенная процентная ставка, но она не такая высокая. После распределительного склада она поступает на агентские пункты. Здесь процентное содержание, только транспортные расходы. Вот здесь проценты транспортные расходы. У кого-то они 5%, у кого-то они 6%, но совсем не так, как там, потому что там бывает от 50% до 100% добавляют для того, чтобы хотя бы окупить свою аренду и все остальное. Поэтому до клиента оно поступает в каталоге совсем с другими процентами. И если разобраться и взять наши флаконы и пройти вот такой путь, то вы очень удивитесь. Парфюмерия компании Faberlic стоит в себе стоимости гораздо дороже, чем та парфюмерия, которая продается в магазинах. Я не буду вам говорить, откуда я это знаю, но я вам точно говорю, я это знаю. Я не просто это придумала, я это знаю, что так оно и есть. И то, что мы покупаем в магазине, да, это хороший продукт, это уникальные ароматы, но за эту стоимость мы могли бы на самом деле приобрести более элитные флаконы и более элитные композиции, чем мы переплачиваем. И когда вы клиенту будете рассказывать, расскажите, что парфюмерия компании Faberlic, что та парфюмерия, которая поступает в магазине, она и та, и другая производится во Франции. То есть только из-за того, что здесь начисление процентов гораздо больше, чем у нас, поэтому наша стоимость очень приемлема. или 799 рублей, или 1500. То есть наша парфюмерия гораздо дороже себестоимости. И внимание необходимо обращать не на то, сколько и туго стоит продукт, а внимание необходимо обращать на то, сколько какова себестоимость этого продукта. А себестоимость продукта компании Faberlic именно парфюмерии очень высока. Потому что ее создают удивительные известные парфюмеры Пьер Бурдон и Том Фонтен. И наш парфюм очень эксклюзивен. И продавать его просто за гордость. И продавать его можно смело. Потому что ваши клиенты, если вы им правильно подберете, они вам будут очень благодарны. и м м м м Субтитры сделал DimaTorzok